Когда Саида Фанди Кудеса Сиругуда одарит нас Аллах его баракатом, покинул этот мир. Некоторые мириды, считавшие себя эталоном этикета, побежали на следующий же день, стоят во дворе его преемника со словами «День, проведенный без устаза, проведен с шайтаном». В действительности это правильные слова, но приведены не в своем месте. Мы должны научиться учитывать место и время. Именно поэтому ученые писали такую вещь, как причина ниспослания, где и в каком состоянии был ниспослан аят. Точно так же и у хадисов есть свои аспекты, о чем гласит данный хадис и о ком. Можно ли этот хадис использовать обобщенно или нет, является ли он частным или же нет. Это для того, чтобы мы не выносили решение для всего и сразу. Данный факт лишний раз продемонстрировал нам, что наша этика не на высоком уровне. Почему? Если бы мы были ознакомлены с жизнью предшествовавших шейхов и с их бытом, то мы предпринимали бы шаги лишний раз их обдумав. Возьмем, к примеру, когда шейх Сайфуллы Кади, кудеса сирруху, покинув этот мир, перешел в иной, то он не поспешил к Зайнуле Шарифу, кудеса сирруху. Сайфулла Кади, хадас Аллаху сирруху, пишет по этому поводу. Из-за болезни матери, не имея возможности, мне пришлось подождать до весны, хотя мой шейх покинул нас осенью. И только тогда я отправился к Зайнуле Шарифу, кудеса сирруху. В то время как из-за своих нужд разрешается откладывать, то неужели нельзя отсрочить, видя положение устазов? На сегодняшний день болезни всех мусульман в общем, и эмиридов в особенности, забота каждого из них только о самом себе. Слова, которые будут на наших устах в судный день, «моё эго, моё эго, моё эго», мы начинаем восклицать сегодня же. Предел границ наших забот очерчивают лишь самих себя. И в тарикате с устазом у нас подобная обстановка. И в общем, во взаимоотношениях с мусульманами так же. Вдобавок, с соседями и в семьях мы думаем только о самом себе. Забывая хадис пророка, алейиссаляту ассалям, кого не волнует состояние мусульман, то он не из нас. Многие из нас не осознавали, что устаз живой человек, и возлагать на него тяжёлую ношу непростительно. Данного рода поведение, пренебрежение этикой к устазу и послужили причиной неспосылания на нас, бед и несчастий, которые могли бы нас обойти. Именно об этом и поведал нам Саида Фанди Худдисасиргу, когда направлялись в Махачкалу на соболезнование. Это был 2003 год. Он сказал, «Больше всего я боюсь, сын мой, что тарикат и его последователей постигнет беда из-за оставления надлежащего этикета». И все мы вскоре стали свидетелями всему этому. Словно дождь с небес, несчастья постигали нас врасплох, и неизвестно ещё прекратилось ли это или нет. Всевышний знает лучше. Продолжение следует...